Растения, которые растут на открытом воздухе, пока только начинают пробуждаться после зимы. А вот в оранжерее ботанического сада уже пора цветения. Здесь расцвела бугенвилья, причём раньше обычного. В принципе, бугенвилья цветут обычно летом, но за счёт того, что сейчас достаточно тепло в оранжерее. То есть стало тепло на улице, пока ещё не отключили отопление, повысилась температура в оранжерее. Они это поняли как летнюю температуру, включили процесс цветения, и вот уже можно любоваться этой красотой понемножку. Пальмы и лианы, которые в жарких странах просто растут в лесах вдоль дорог, в нашем климате нуждаются в создании специальных условий. И тогда они радуют специалистов и любителей природы своей яркой зеленью и цветами. Есть здесь и растения-долгожители. Например, этому цикосу больше ста лет, говорят сотрудники ботанического сада. Вот, собственно, тот самый цикос, который очень старый, он в прошлом году у нас цвёл летом. Это было такое очень, скажем так, редкое событие, потому что всё-таки достаточно солидный возраст у растений. Вот он первый раз зацвёл, это было, ну, так, очень необычно. Несмотря на затяжные морозы, все растения перезимовали достаточно хорошо, рассказывают специалисты. Спасибо, было очень хорошее отопление. Температура в оранжерее держалась где-то от 11 до 15, в зависимости от того, насколько холодные дни. Это комфортная температура именно для этих растений. Эти пальмы также растут в оранжерее ботанического сада не одно десятилетие. И, похоже, им уже не хватает высоты помещения. Коллекция тропических растений Одесского ботанического сада – одна из самых богатых в Украине, говорят специалисты. Также в теплицах представлено более 400 видов суккулентных растений. Некоторые виды очень похожи на камни, поэтому их и называют живыми камнями. Они теплолюбивы и нуждаются в хорошем освещении. Растения перезимали очень хорошо, потому что теплица тёплая, светлая, тёплая. Для растений, для моих растений она очень хорошо подходит. Все суккулентные растения зимой могут содержаться при температуре от 12, ну максимум 17 градусов температуры. Среди десятков миниатюрных растений есть и гиганты. Например, этот кактус. В условиях, вернее, теплицы он никогда не зацветёт. Ему не достаёт именно солнечных лучей, которые на улице. Растёт он где-то приблизительно метр восемьдесят два метра достигает высоты и плюс диаметр может до метра. Считайте, огромная бочка, которая встречается в Северной Америке, это северноамериканское растение. Это вот один у нас такой самый мощный, есть другие поменьше. В период цветения этот кактус покрывается маленькими жёлтыми цветами. Обычно все кактусы имеют плод ягода, а здесь коробочка, вернее, ягодка превращается в сухую коробочку с сухими плодами. Но не остаётся ягодой. Некоторые остаются, их можно собрать, сварить там варенье, джем, вино делают, краску различную делают из плодовых кактусов. Есть у ботанического сада и проблемы. Оранжерея нуждается в ремонте. Но, тем не менее, сотрудники делают всё, чтобы и студенты Национального университета имени Мечникова, которые приходят сюда знакомиться с растениями, и все любители живой природы, могли полюбоваться удивительным миром растений и обогатиться новыми знаниями.